Татьяна Викторовна, здравствуйте, уважаемые слушатели. Рада вас приветствовать на нашем вебинаре. Давайте сначала проверим связь, как вы меня слышите, видите. Если все хорошо, нажмите, пожалуйста, на огонек в правом нижнем углу. Отлично, здорово, хорошо. Нас много, радует. Напишите, пожалуйста, из каких вы населенных пунктов, кто по профессии. Традиционно нам важно узнать географию нашего вебинара. И мы с вами продолжаем. Представлюсь, кто меня не знает. Меня зовут Журова Инна Александровна. Я учитель-логопед высшей традиционной категории, нейропсихолог, брейн-тренер. И сегодня мы с вами поговорим о нейропсихологических играх с мячом. Информация, представленная мною, будет полезна специалистам дошкольных учреждений, воспитателям, логопедам, дефектологам, психологам и, конечно, тоже родителям. Обязательно будет важно и полезно знать эту информацию. В настоящее время неуклонно растет количество школьников, которые испытывают трудности в обучении. И раньше основными причинами неуспеваемости в школе считались неправильное воспитание, проблемная социальная среда. В последние годы неуспешными оказываются и дети из вполне благополучных семей. И все чаще хорошая успеваемость в школе дается ребенку ценой постоянных головных болей, проблем с желудочно-кишечным трактом или различных невротических проявлений. Один ребенок начинает говорить в год, а в четыре уже читать. Другой, учась в школе, порой уже не в первом классе, с трудом осваивает послаговое чтение. Не уверенно узнает или вообще даже путает буквы. У одних детей абсолютная грамотность, а другие, вызубрив наизусть все правила, делают по несколько ошибок в каждой строчке. И такие проблемы возникают не только у детей с тем или иным диагнозом, заключением, но и у абсолютно здоровых детишек. Опять же, в чем причина? Одна из причин в том, что система школьного обучения в данное время не в полной даже мере соответствует возрастным и интеллектуальным особенностям детей. Социальный прогресс, высокие темпы развития науки и техники приводят к тому, что общество предъявляет все более высокие требования к школьному образованию. В результате, даже способные к обучению дети попадают в разряд неуспевающих. Другой причиной трудности обучения могут быть различные недоформирования отделов головного мозга. И это не значит, что с ребенком что-то не так. Ребенок может быть абсолютно здоровым физически и умственно. Но его мозг, который еще развивается, не справляется со школьной нагрузкой. Чтобы помочь ребенку справиться с трудностями, специалистам, работающим с ним, необходимо знание нейропсихологии. Буквально очень кратко, не буду надолго останавливаться здесь, не суть. Нейропсихология — это наука, изучающая психические процессы, происходящие в мозге. С помощью нее мы понимаем, как работает наше внимание, память, ориентация в пространстве, восприятие окружающего мира и другое. Так нейропсихологи определяют, в каком возрасте, какой уровень развития является нормой. Отстает ли ребенок от сверстников, если у него трудности в обучении или нет этих трудностей в обучении. Нейропсихология считается относительно молодой областью научного знания. Официально она заявила о себе в середине 19-го столетия. А точнее, даже лучше будет сказано, все-таки больше мы начали обращать внимание в нейропсихологии с 20-го века, со времен Второй мировой войны. И ее признанный создатель — это выдающийся отечественный ученый Александр Романович Лурия. Имеет двойное образование, неврологическое и психологическое. Он сумел соединить наиболее важные положения этих дисциплин в одно целое, результатом чего и явилась нейропсихология. Он разработал теорию системной динамической локализации психических процессов, являющейся теоретической основой нейропсихологии. И впоследствии уже благодаря трудам ученых, в первую очередь отечественных, таких как Павлов, Сеченов, Леонтьев и другие, было составлено достаточно четкое представление о значении для психики человека центральной нервной системы, а прежде всего головного мозга. И тем самым основания для проявления нейропсихологии, для появления нейропсихологии перерослов уже в ее необходимость. Нейропсихология открыла принципиально новый подход к пониманию психики человека и ее нарушений. Кому особенно будут полезны нейропсихологические игры, детям, которым сложно сосредотачиваться, запоминать материал, переключаться с одного вида деятельности на другой, а также тем, у кого есть проблемы с поведением. Будут полезны также тревожным детям, которые боятся ошибок. Стоит обратить внимание еще также на тех ребят, которые порой чересчур импульсивно реагируют на что-то или, напротив, слишком медлительно. Нейропсихологические игры и упражнения развивают мозористое тело, повышают стрессоустойчивость, синхронизируют работу обоих полушарий головного мозга, улучшают мыслительную деятельность, способствуют улучшению памяти и внимания. При подготовке детей к школе необходимо уделять большое внимание развитию мозористого тела. Основное развитие межполушарных связей формируется, опять же, у девочек, где берем до 7 лет, у мальчиков до 8 лет. И мяч – это универсальная игрушка, друг из детства. Каждый из нас, я уверена, играл с мячом. Игра с мячом активизирует весь организм, все анализаторные системы. Мячики находятся даже еще, представляете, в древних раскопках. И мяч – удивительно интересная игрушка, пожалуй, ничего аналогичного, настолько простого и в то же время еще и интересного, пока еще люди не придумали. Мяч воспринимается ребенком как нечто живое. Чутко реагирует, отзывается на движение, может быть послушным, может быть озорным. Он яркий, круглый, очень милый. И в мяч можно играть, еще даже не научившись ходить. Можно наблюдать, как люди даже весьма почтенного возраста с упоением гоняют мячик. И мяч – это тот предмет, который знаком и понятен любому человеку. Но стоит взглянуть на мячик глазами ребенка… Да, нам, взрослым, тут все понятно, кажется, что здесь такого. Да, ну мяч – мяч. А вот если попробуйте поставить себя на место ребенка. Для ребенка, впервые увидевшего мяч, он таит в себе много неизведанного, нового. Это один из путей познания мира. Его размеры, материал, свойства, форма являются огромным потоком информации. Мячи же могут быть не только разного размера, но и разного цвета. Существуют специальные нейромячки. Я о них буду сегодня рассказывать чуть попозже. Это уже довольно позднее современное изобретение. Игры с мячом развивают ориентировку в пространстве. Глазомер, координацию регулируют силу точность броска. Мышечную силу, осанку, смекалку способствуют общей двигательной активности, развивая ловкость, быстроту реакции, моторику рук, которые имеют особое значение для развития функций мозга, для развития речи. Усиливают также работу важнейших органов организма – легких, сердца, улучшается обмен веществ. И большое влияние игры с мячом здесь будут оказывать большое влияние на нервно-психическое развитие ребенка, на формирование важных качеств личности. Вызывают также еще и положительные эмоции, развивают тормозные процессы. В ходе игры детям приходится реагировать на движения, на одни сигналы, удерживаться от других движений и так далее. И в этих играх развивается воля, сообразительность, смелость, быстрота реакции. Совместные действия в играх сближают детей и взрослых, доставляют им радость от преодоления трудностей, достижения успеха. Ацетилхолин вырабатывается, если уходить в гормональную систему. Несмотря на… А еще же дофамин, плюс еще здесь идет гормон движения, хорошее настроение. Ну ладно, не об этом. Несмотря на внешнюю простоту, предлагаемые игры с мячом требуют от ребенка одновременно выполнения нескольких действий и задействования нескольких зон мозга. А это, несомненно, конечно же, вызывает трудности. И в ходе игры мы не требуем скорости. Мы добиваемся четкости, правильности, осознанности. Ну а темп, конечно же, поощряется, и он увеличивается по мере отработки того или иного вида упражнения. Показывается, сколько всего развивается в процессе, казалось бы, простой игры с мячом. И в чем же польза мяча с точки зрения нейропсихологии? Здесь тоже очень важный момент, почему берем мяч в нейропсихологию. Мячик приходится чеканить о пол или бросать в кольцо. Для этого необходима слаженная работа всего тела. Руки, ноги. Они выполняют целую серию последовательных движений. А точно такие же последовательные движения будет выполнять наш язык, когда нужно будет произнести сначала один слог, потом другой, чтобы получилось целое слово при говорении или чтении. При играх в мяч приходится удерживать один и тот же ритм. Вспоминаем нашу игру детства. Я знаю пять имен. Маша, Катя, Ира и так далее. Это тренирует слуховое восприятие, когда оно пригодится в школе. При заучивании на память стихов, пересказов, написании диктантов и так далее. Мячик приходится учиться правильно захватывать. А это тренирует мелкую моторику и подвижность кисти. Нормализуется тонус мышц в руке. А это вот ох, как понадобится ребенку для письма, для красивого и аккуратного почерка. Игры с мячом – это, конечно же, большой плюс к развитию крупной моторики, координации движений, опорно-двигательного аппарата. И надо сказать, что все это является фундаментом, на котором выстраиваются речь, внимание, мышление, память и так далее. Отслеживание мяча глазами тренирует зрительное восприятие и зрительное внимание. А это помогает при чтении, при письме, когда приходится зрительно удерживать строчку, а также отслеживать запись учителя на доске, когда нужно переключить глазки с доски в тетрадь и опять обратно на доску. При игре с мячом приходится часто пересекать срединную линию тела. А это что? Стимулирует работу правого и левого полушария, развивает связи между ними, налаживается мозговая активность, что не может, опять же, не отродиться на школьном обучении. Что бы мы ни делали, у нас всегда работают оба полушария головного мозга. Не бывает такого, что правое, скажем так, грубо говоря, пашет, а левое вышло наперекор. И в результате регулярной работы с мячом повышается концентрация внимания, его объем, переключение. У гиперактивных детей улучшается поведение, уходит вот эта импульсивность. Дети становятся более собранными. У детей повышается успеваемость в школе, развиваются когнитивные функции. У детей с трудностями обучения улучшаются навыки речи, чтения, письма, математики и так далее. У детей и взрослых отмечается повышение работоспособности и улучшение мозговой активности. Нейропсихологические игры используют как специалисты на своих занятиях, так же еще рекомендую родителям в домашних условиях. Почему в начале занятия нашего вебинара обозначило, что и родителям тоже будет полезен наш вебинар. Дети развиваются, играя. Игры в любом случае это полезно и интересно для каждого. Детям важно взаимодействовать со сверстниками, учиться работать в команде и за самого себя, видеть свои ошибки и делать выводы. И сейчас хочу привести в качестве примера игры, которые предложила Анна Владимировна Семенович, нейропсихолог, профессор МППГУ. Итак, какие это игры? Ребенок. Первое. Ребенок и взрослые кидают друг другу большой мяч с разных расстояний и ловят двумя руками. Сначала лучше кидать в руки, потом чуть-чуть правее, потом чуть левее, выше, ниже. И дети должны уметь кидать мяч, подавая его двумя руками, а еще двумя руками снизу, сверху, по воздуху и ударяя о пол. Надо стараться не прижимать мяч к себе, а ловить его только руками. Следующее. Ребенок кидает большой мяч о стену двумя способами. Первый способ. Кидает его и сразу ловит. И второй кидает, дает ему раз удариться о пол и только после этого ловит. Следующее. Взрослый и ребенок садятся на пол на расстоянии где-то двух-трех метров друг от друга и берут большой мяч. Раздвигают ноги и начинают перекатывать мяч по полу. Сначала отталкивают его от себя двумя руками. Потом, через какое-то время, ребенок убирает левую руку, например, за спину и катает мяч только правой рукой. Потом, через какое-то время, ну, примерно где-то через три минуты, только левой рукой. И мяч должен катиться ровно и прямо в руки партнеру. Далее. Ребенок и взрослый выполняют вот эти упражнения, которые я обозначила, с мячом только уже средних размеров. Далее. Ребенок и взрослый кидают друг другу и ловят двумя руками теннисный мяч. Катают мячи друг другу по полу, одновременно направляя друг другу в руки в большой и теннисный мяче. Еще вариант. Ребенок кидает о стену большой мяч, но уже с хлопком. Кинул хлопок в ладоши и поймал потом. Ребенок перекидывает из правой руки в левую теннисный мячик. Перекидывает. И что еще? Ну, это не теннисный, конечно, мячик, это нейромяч. Теннисного сейчас с собой нет. Ребенок кидает вертикальную цель разные мячи. И в качестве цели может выступать прикрепленный к стене круг из бумаги или обруч, например, в руке взрослого. Далее. Ребенок кидает мяч назад, не поворачиваясь. А взрослый или другой ребенок ловит мяч сзади. Потом уже игроки меняются местами. Следующее. Взрослый и ребенок кидают друг другу и ловят теннисный мяч одной рукой. Взрослый произносит слово и кидает мяч, а ребенок ловит мяч и называет слово, связанное со словом взрослого. Например, ассоциации проводят. Например, взрослый говорит небо, а ребенок отвечает облако и кидает мяч обратно. Активизируем правое полушарие головного мозга, которое отвечает у нас за образное мышление. И таким образом синхронизируем работу обоих полушарий головного мозга. Дальше. Что еще? Взрослый кидает мяч и называет месяц. А ребенок ловит мяч и говорит, к какому времени года относится, например, этот месяц. То есть мы здесь включаем с вами еще и речевые упражнения. Ребенок бросает о стену теннисный мяч и ловит его одной рукой. Или кидает мяч о стену и когда мяч отлетает от стены, прыгает через него. Следующее. Взрослый помещает перед ребенком мишень, которую нужно сбить. Например, пусть на табуретку, на стул. Ставятся два предмета. Еще несколько предметов расставляются рядом на полу. Ребенок отходит от стула на 8-10 шагов приблизительно и пытается сбить их мячом. Большим сначала мячом, потом средним, потом уже теннисным. По мере отработки уменьшаем размеры мяча. Следующее. Взрослый ставит перед ребенком горизонтальную мишень. Корзина может быть, может быть ведро, а может быть таз. И задача ребенка попасть в эту мишень мячом. Опять же, сначала большим мячом, потом средним, потом теннисным. Ребенок должен наклониться вперед и, подталкивая мяч поочередно пальцами правой и левой руки, катить его вокруг стоп. Описывая восьмерку горизонтальную. Вправо, влево. Еще игра какая. Ребенок бросает о стену теннисный мяч и ловит его поочередно правой и левой руками. Еще можно на полу нарисовать полоску, а можно положить веревку. Ребенок встает в начало этой полоски или веревки и двигается дальше. Чеканя, мяч о пол. То справа от линии, то слева. То слева от нее, то справа. И здесь может быть даже подгрупповая работа до шести человек. И инвентарь либо один мяч, либо несколько. Еще подбрасываем мяч. Подбросить можно мяч вверх и поймать его двумя руками. Подбросить мяч вверх и хлопнуть в ладоши, а только потом поймать. Подбросить мяч вверх, поймать его после удара о пол. То же самое с хлопком можно сделать. Подбросить мяч вверх, хлопнуть в ладоши впереди, потом сзади и поймать мяч. Подбросить мяч вверх, убрать руки за голову, а потом поймать мяч. Подбросить мяч вверх, поймать его одной правой рукой или одной левой рукой. Подбросить мяч вверх, хлопнуть под коленом, потом поймать мяч. Подбросить мяч вверх, повернуться вокруг себя. По часовой, потом можно против часовой. И поймать уже мячик. И, продвигаясь вперед, подбрасывать его вверх и ловить. Игры с ударом мяча о пол. Что здесь? Какие варианты могут быть? Тут ударить мячом о пол и поймать его двумя руками. Ударить о пол, хлопнуть в ладоши и поймать его. Потом также ударить о пол, повернуться вокруг себя, поймать. Ударить мячом о пол, поймать его правой рукой. Потом левой уже рукой отрабатываем левую руку. Ударить мячом о пол, перенести ногу над мячом, пока он ударяется о пол. И затем уже поймать его. Отбивать мячом о пол двумя руками, 5-6 раз, например, подряд, как вариант. Отбить мячом о пол двумя руками, продвигаясь вперед. Отбивать мячом о пол правой рукой, левой рукой, каждой рукой где-то по 5-6 раз и продвигаться при этом вперед. Ударить мячом о пол, хлопнуть впереди, сзади и поймать мяч. Ударить мяч о пол, сделать хлопок под коленом, поймать мяч. И непрерывно ударять мячом о пол, перенося над ним ногу. Как можно работать, ударяя мяч о стену? Ударить мячом о стену и поймать его двумя руками. Ударить мячом о стену, хлопнуть в ладоши, аналогично здесь, да, и поймать мяч. Ударить мячом о стену, хлопнуть впереди, сзади, поймать мяч. Ударить мячом о стену, хлопнуть руками под коленом и поймать мяч. Ударить мячом о стену, дать ему удариться о пол и поймать его. Ударить мячом о стену, повернуться вокруг себя и поймать мяч. Ударить мячом о стену, дать ему удариться о пол, повернуться вокруг себя и поймать его. Повернуться к стене спиной, бросить мяч через голову и повернуться, поймать его. Тоже, но поймать уже после того, как мяч ударился о пол. Бросить мяч одной рукой в стену и поймать его. Ударить мячом о стену, присесть, поймать мяч. Ударить мячом о стену из-под правой ноги, из-под левой ноги, потом поймать. Поймать, например, можно правой рукой, левой рукой усложняем. Ударить мячом о стену из-за спины. Ударить мячом о стену из-за головы. Что еще? Еще. Спиной к стене. Бросить мяч между ног так, чтобы он ударился о пол и стену и поймать его после отскока от стены. Перебрасывание мяча. Перебрасываем мяч друг к другу снизу. Перебрасываем мяч друг к другу двумя руками от груди. Баскетбольный бросок. Перебрасывание мяча друг к другу из-за головы. С ударом о пол. Из-под колена. С хлопком перед ловлей. Тоже как вариант. Еще. Дети перебрасывают мяч, стоя в шеренгах. И расстояние между детьми около двух-двух с половиной метров. Разными способами те, которые я указывала. Уже обозначала. Не буду повторять. Перебрасывание мяча через веревку или сетку. Через сетку снизу можно еще. Через сетку из-за головы. Перебрасывание мяча через сетку. При этом тот, кто ловит мяч, дает ему удариться о пол. Можно еще подбросить мяч вверх перед собой и отбивать его через сетку. Отбивать о сетку несколько раз. Ну и так далее. Кроме того, все вот эти манипуляции с мячом можно совершать, стоя на доске Бельгоу в рамках мозжечковой стимуляции. Кратко тоже. Можжечковая стимуляция – это система физических упражнений, направленных на совершенствование функций мозжечка и ствола. Это структуры мозга. Участвуют активно в формировании движений, речи и координации. И цель мозжечковой стимуляции – это научить головной мозг правильно обрабатывать информацию, улучшить навыки речи, письма, чтение, концентрацию внимания, математические способности, языковые механизмы, память, восприятие. И это один из методов двигательной нейропсихологической коррекции при различных неврологических заболеваниях. Это и расстройство аутистического спектра, это и минимальные мозговые дисфункции, это и задержка психического развития, и синдром дефицита внимания гиперактивности. А также при дислексии, при дисграфии, при нарушениях почерка, речевых нарушениях, когда нарушена слоговая структура слова, когда есть заикание или дезартрия, при нарушениях координации движений и баланса. На занятиях ребенок выполняет различные упражнения, стоя на специальной балансировочной доске. Она представлена на фотографии. Аналог доски Балометрикс и комплекс упражнений из программы мозжечковой стимуляции доктора Фрэнка Бельгоу, автора метода мозжечковой стимуляции, которая названа «Прорыв в обучении». Все упражнения, как меня слышно, уважаемые участники, что со звуком, все ли хорошо, нормально, да? Так, сейчас я... Почему? Нет, как раз только сейчас увидела. Для дошкольников все в самый раз. Мы работаем... Я работаю с дошкольниками. Школьники есть, но в меньшем количестве. Поэтому все, что я вам рассказываю, это благодарю от души, это опыт моей работы с дошкольниками. Спасибо огромное. И все упражнения... Еще раз благодарю за вашу активность. Все упражнения выполняются с применением дополнительного оборудования. Это сенсорные мешочки, это свитонизированная рейка, стенд с мишенями, мишень с цифрами, мечи сюда же тоже. И нас конкретно интересует работа с мечами. Итак, все упражнения... Ну, опять же, вы же смотрите по уровню... Я буду сейчас рассказывать. Вы можете это смотреть и применять в отношении с детьми по факту любого возраста. Идем все-таки от ребенка, что у него... Сейчас немножко отвлекусь. Идем от ребенка. Потому что есть ребенок, которому 5 лет, и у него все это сформировано, да? Он прекрасно выполняет все упражнения, которые вы даете. А есть дети, которым, например, 9 лет, и он даже элементарно не может кинуть из одной руки, попасть другой рукой, поймать. То есть вы, конечно, идете от ребенка. А сейчас еще упражнения я покажу с нейромечами, которые даже будут сложны взрослому, нам с вами. И это тоже требует проработки. Поэтому здесь на самом деле все универсально. Идем от простого к сложному. И вы смотрите обязательно, конечно, по детям. Итак, доску Бельгоу, да, вы имеете в виду, в интернет-магазинах все это есть. Посмотрите, все это продается, и даже в Валберес есть. Посмотрите по скидкам. Потому что в одном интернет-магазине может стоить не очень дешево, а в другом будет гораздо дешевле и оптимально. И даже комплекс сам можно найти в районе 10 тысяч рублей. Посмотрите, то здесь маркетплейсы наши, они нам помощь. Все это есть. Посмотрите, где, говорю, будет подешевле. Можно отдельно доску приобрести, можно вместе комплект. Поэтому тут доска Бельгоу. Можечковая стимуляция. Для мужечковой стимуляции. И что еще? Все то же самое мы можем делать, но предлагаем ребенку стоять на балансировочной вот этой доске. И перекидываем, например, мяч из руки в руки, в руку, из одной руки в другую. Можно еще есть напольная мишень. Да, доска Бельгоу, все правильно. И есть еще напольная мишень, продается. Можно купить, можно самостоятельно сделать напольную мишень. Вот как она здесь представлена в цифровом варианте. Можно наклеивать на вот эти квадраты картинки, если, например, ребенок еще не знает цифр. И как вариант наклеить картинки, автоматизируем звук, например, звук С. И ребенок, стоя на вот этой доске, я прошу, например, его кинуть мяч и попасть на картинку, в названии которой у нас звук С в начале слова. Да, первый звук С. Или находится что-то над чем-то. А здесь пространственное представление мы тренируем. Что-то под чем-то находится. Час вебинара у нас в течение часа. И здесь же мы с вами отрабатываем, например, и звукопроизношение. И плюс еще пространственное представление. Что левее, что правее, что над чем-то, что под чем-то и так далее. Можем попросить ребенка попасть мячом в последовательность цифр в виде числа, которую называет специалист. И поймать мячик. Упражнения с мячом можно сопровождать речевым материалом. Например, называть дни недели, времена года, называть слова с уменьшительно лыскательным суффиксом, полка, полочка. Или игра один много, окно, окна. Или посчитай. Ребенок считает предмет до пяти. Один карандаш, два карандаша. В притчевоязыцах очень сложно. Стопильно пять карандашов. Я думаю, что специалисты со мной согласятся, что это сколько ни работает, обязательно это будет так. И другие упражнения. Еще хотела представить вашему вниманию нейромячи. Ну вот у меня есть такой мячик, синенький. Они в наборе продаются. Можно набор из двух мячей. Есть набор из четырех мячей. 60 минут. Если вы имеете в виду. Так, чтобы было более понятно. До двух часов вебинар по московскому времени. Итак, нейромячи были разработаны для улучшения зрительно-моторной координации, межполушарного взаимодействия и формирования чувства ритма. Их потенциал на самом деле безграничен. С помощью нейромячей улучшается внимательность, усидчивость, крупная и мелкая моторика, раскрепощается кисть, а это очень хорошо помогает в становлении письма. Тренируется зрение, зрительное внимание, фономатический слух, а это опять же неоценимая помощь в чтении. Межполушарное взаимодействие, потому как постоянно пересекается срединная линия тела. И работают две руки почти всегда одновременно. И, ну опять же, я покупала на Азоне. Посмотрите, где будет дешевле. Вы полазите по маркетплейсу, потому что в зависимости от региона. Я смотрю, где, потому как разница в цене варьируется, причем очень хорошо бывает. Огромная разница. Посмотрите. Мне удобно, мне некогда ходить по магазинам, честно скажу, поэтому я все беру на маркетплейсах. Итак, что у нас здесь? Как можем с ними работать, с этими мячами? На столе кладем на стол лист бумаги. И на листе бумаги, ну пусть, например, у нас будет начерченная фигура песочной часы. Да? Песочные часы. И ребенок, опять же, на столе по контуру вот этих песочных часов прокатывает этот мячик. Одной рукой он катит мяч по контурам, а другой рукой он стучит по столу. Кулак, ладонь, кулак, ладонь. А можно еще в качестве усложнения. То есть две руки у нас работают разнонаправленно. Одна прокатывает, а другая кулак, ладонь, кулак, ладонь. А можем усложнить и добавить кулак, ребро, ладонь. Кулак, ребро, ладонь. А в фигуру, например, песочные часы мы можем с вами заменить круг. Сначала проще, конечно, в первую очередь, чтобы ребенок по кругу прокатывал мячик. Потом уже по квадрату. И уже в качестве усложнения песочные часы берем. Минимум движения вначале идем от простого к сложному. Опять же, попробуйте сами. И нам сложно будет для тех, кто не владеет этим навыком, никогда не выполнял это упражнение, тоже вначале будем путаться. А потом уже меняем руки. Если я левой рукой по контуру вела, мечом прокатывала, то теперь я уже в правую руку беру. Какого они материала? Ну, они такие, знаете, достаточно упругие. Я даже не смотрела, если честно. Ну, не сказать, чтобы это резина была. Надо посмотреть, честно скажу. Даже когда я не вникала, как называется, этот материал. Они не очень мягкие. Еще тоже, как вариант, есть вот такие тактилики. Сейчас я еще посмотрю, где у меня. Можно же ведь разные мячики использовать. Можно вот такие брать. Вот такие есть у меня. Вот такие. Здесь и тактильные ощущения развиваем, ну и плюсом еще подключаем координацию. Сейчас я уберу это. Что еще дальше? Ну да, наверное, скорее всего. Гляну, вот честно, даже не пыталась подумать на этот счет. Следующее, что еще здесь может быть? На листе бумаги с одной стороны мы рисуем с вами цветные кружки. Ну, по количеству пальцев берем. Пять кружков в ряд, в одну линию. А на другой половине листа, либо другой лист можем взять. Ну, если два разных листа, то лучше тогда как-то прикрепить, чтобы они у нас не скользили по столу, чтобы ребенку было удобно работать. Итак, на одной половине листа у нас с вами в линию пять точек разноцветных, на другой половине квадрат. Или круг тоже можем брать. Сначала круг, а потом квадрат. Нет, они не скользкие, да. Они не скользкие, очень приятные. Что делаем? Мы одной рукой с вами касаемся, каждым пальцем по своей точке, в прямом и обратном порядке. Это я сейчас показываю каждую руку, что делает каждая рука. Но делать мы это должны будем одновременно. А другой рукой мы прокатываем по контуру, по кругу, либо потом по квадрату. Работаем двумя руками одновременно. То есть одна, например, катит мячик, а другая рука палец нажимает на точку. Мизинец. Потом прокатывает рука дальше, безымянный уже на другую точку нажимает, средний и так далее. Потом руки меняем. Сначала отрабатываем в таком порядке, а потом уже меняем. Мяч кладем в другую руку. Напоминаю, что можно сначала взять круг, а потом уже квадрат. Другие. Трапецию потом тоже усложняем. Идем по пути усложнения. Что еще? Тоже на столе одной рукой мы катим с вами мячик. Ну, сейчас попытаюсь я опустить камеру, показать. И ручка нам или карандаш понадобится. Обхватываем большим и указательным. Сейчас я постараюсь опустить камеру. Получается вот так у нас с вами. Одной рукой указательный и большой обхватывает ручку. Другая рука катит в сторону мячик. Потом мы меняем руки. Опять. Перехватили. И перехватили. Вот таким образом мы здесь работаем. Дальше. Следующее. Да, вебинар, документ будет, сертификат в вебинаре будет. Татьяна Викторовна чуть попозже в конце расскажет более подробно. Хорошо. Следующее упражнение. Одной рукой. Нет, не одной. Берем по мячу в каждую руку. Руки крест-накрест. И нужен еще другой человек. Можно со взрослым, потом с ребенком. Что делаем? Передаем мячики, перекидываем. Руки скрещены. Человек напротив должен поймать. Потом он перекрещет. У него руки прямо. Потом он перекрестил, поймал прямыми руками. Перекрестил и также кидает. Другой человек опять должен с руками вытянутыми поймать этим мячиком. Или, как вариант, более сложный тогда. И у меня скрещены руки, и у человека, кто напротив, у меня тоже скрещены руки. Я кидаю, он должен поймать с крещенными руками. И потом наоборот. То же самое. Еще здесь вариант руки крест-накрест. Спасибо. Сейчас чуть ниже тоже опущу камеру, чтобы удобнее было. Руки крест-накрест. В одной руке мячик. Подкидываю и другой рукой ловлю. Вот попробуйте даже сами. Тут взрослым будет сложно. Потом здесь вариация, когда это отработали. Одной рукой мы с вами подкидываем мяч. Получается, этой ловим, а эту сжимаем. Этой подкинули, ловим. А эту руку мы сжимаем пальцы в кулак. И вот так вот. Так, плохо, наверное, видно, это буду отодвигаться. Поймала, сжала пальцы в кулак. Поймала, сжала пальцы в кулак. Вот таким образом. Еще что можно. Сейчас соображаю. Руки тоже крест-накрест. У нас с вами мяч в одной руке. И здесь я кидаю. Да, вебинар будет в записи. Вебинар будет в записи, конечно, однозначно. Все хорошо. Не переживайте. Вы сможете потом, если что, переписать. Еще какой вариант. На полу круги чертим. Можно листы положить, на которых будут нарисованы круги. Сейчас подниму тогда камеру выше. Кладем на пол листы. На них нарисованы разноцветные круги. Спасибо огромное. Ребенок ловит мяч. То есть взрослый кидает ребенку мяч. И наступает ногой на круг того же цвета, которого он поймал мяч. Или, например, взрослый кидает ему мяч и говорит желтый. И ребенок ловит мяч и наступает, ставит ногу на желтый круг, на полу. И так далее. Потом еще что можно сделать. Одной рукой мы подкидываем мяч и ловим его. А другой рукой мы с вами касаемся одного плеча, другого плеча. Одно плечо, другое плечо. А можно здесь плечо, кулак, плечо, кулак, плечо, кулак. Можно прокатывать мяч от одного плеча к другому, а другой рукой показывать какие-то конфигурации. Например, супер, заяц. Я прокатываю супер, заяц. Супер, заяц. Меняем руки. И, соответственно, можно менять конфигурацию. Например, окей, коза. Окей, коза. Заяц, коза. И так далее. Здесь же можно еще подкидывать мяч. И другой рукой тоже показывать различные конфигурации. Так плохо вам видно. Например, тот же заяц, коза. Заяц, коза. И так далее. А можно кидаем рукой, да, одной. Подкинули, другой поймали, ладонь от себя. Теперь подкинули, поймали, теперь ладонь к себе. И так далее. Ой. Ловим. Тоже попробуйте. И взрослым будет сложно. Эта же зарядка для мозга идет. Еще что можно предложить. Можно одной рукой кидаем мяч, а другой рукой показываем. Один палец, два пальца, три пальца, четыре, пять. И по одному сгибаем. Еще. Ну, это стоя уже выполняется. Одной рукой мы подкидываем, другой ловим. А свободной рукой касаемся пятки сзади. Ногу поднимаем и касаемся пятки сзади. Потом опять перекинули здесь, поймали. Свободной рукой дотронулись до пятки сзади. Аналогично только касаемся колена спереди. Ногу сгибаем, поднимаем. Здесь я перекинула, поймала, дотронулась до колена. И потом поменяла руки. Еще что здесь можно предложить. Стоим на одной ноге. Другой мы прокатываем на полу, кладем на пол мячик. Стоим на одной ноге. А другой ногой прокатываем мяч вокруг другой ноги. То есть берем вот так вот нога. Мы стоим на одной ноге. Ну, представим, что это пол. И я беру другой ногой, свободной, прокатываю мяч вокруг ноги, на которой я стою. Одна нога другая. Тренируем еще и вестибулярный аппарат заодно. Тоже, кстати, очень сложно будет. Что еще? Можно нарисовать на листе схему, положить на пол, тот же круг, например, или квадрат, треугольник, песочные часы. И ногой проводим, прокатываем по схеме. Например, ногой я катаю по кругу. Или ногой я прокатываю по квадрату. А квадрат этот на полу у нас с вами. Горизонтальная восьмерка тоже. Горизонтальная восьмерка. По горизонтальной восьмерке идем. По вертикальной восьмерке. Меняем потом ноги. Сначала одной отработали, потом другой. А еще можем две ноги подключить. Каким образом? Сначала синхронно обе ноги, например, рисуют круги. Только два уже мяча нам нужны. И две схемы, два круга. От себя к себе, например, как вариант. Можно разнонаправленно. Одна нога пошла рисовать круг от себя. Получается, по верху, а другая по низу. Потом квадраты двумя ногами. Каждую фигуру проходим сначала синхронно, а потом асинхронно. Одна нога, например, на полу чертит мячом, прокатывает мяч по квадрату, а другая нога прокатывает мяч по кругу на полу. Асинхронно подключаем, потом меняем ноги. Что еще? Как вариант. На полу начерчены четыре круга. Прокатываем мяч от одного круга к другому. Можно опять же со сменой ног. На полу, на листке. В конце вебинара хорошо, тогда Татьяна Викторовна даст все ссылки, все пароли, куда можно будет обратиться и посмотреть. Еще вариант. На полу, на листе чертим фигуры разного цвета. Мяч кидаем ребенку. Он ловит. Говорим, например, красный квадрат. И он ставит ногу на него, на этот красный квадрат. И делаем это одновременно. То есть ребенок должен сделать одновременно. Или на полу две вертикальные линии. И можем сначала асинхронно прокатывать ногами вперед-назад мяч. Да, вот так вперед-назад. А можем потом пойти асинхронно. Одна нога пойдет от себя прокатывать мяч. Да, от себя. А другая будет к себе. Одна от себя, а другая к себе. Асинхронно ноги идут. Еще тоже, как вариант. Здесь нам будет удобнее вот такой взять мячик. Двумя руками зажимаем и вот так вот прокатываем. Здесь еще и массаж будет. Очень много игр на самом деле. Можно им самим придумать. Плюс ко всему здесь фантазия неиссякаема. Следующий у нас. Буквально тогда кратко пробегу, потому что немножко осталось времени. Игры с мячом для детей 5-6 лет. Что здесь можем предложить? Ребенок и взрослые должны кидать друг другу мяч с разных расстояний. Ловить двумя руками. Сначала мяч лучше кидать непосредственно в руки. Затем немного правее, как я уже говорила, левее. Выше, ниже. И дети должны уметь уже в этом возрасте кидать мяч, подавая его двумя руками снизу, сверху, по воздуху и ударяя о пол. Надо, опять же, стараться не прижимать мяч к себе, а ловить его только руками. Еще что здесь. Ребенок и взрослый выполняют, ну, то, что я уже говорила, с мячом средних размеров. Ребенок и взрослый кидают друг другу и ловят двумя руками теннисный мяч. Еще что. Ребенок кидает большой мяч по стену с двумя быстрыми хлопками. Кинул, получается, два хлопка, поймал. Опять кинул, два хлопка, поймал. Перекидывает из правой руки в левую теннисный мяч. Это вот то, что ребенок уже должен в 5-6 лет уметь делать. Дальше. 7-8 лет. Ребенок и взрослый должны кидать друг другу с разных расстояний, ловить с двумя руками большой мяч. Мяч кидают сначала непосредственно в руки, затем, опять же, немного правее, левее, выше. Дети ловят мяч по очереди и бросают взрослому. Благодарю. Еще. Ребенок кидает мяч по стену двумя способами. Кидает и сразу ловит. Первый. Второй кидает, дает ему один раз удариться о пол и только после этого ловит. Еще что здесь. Ребенок и взрослый кидают друг другу и ловят теннисный мяч двумя руками. Мяч кидается с разных расстояний. Ребенок и взрослый перекатывают по полу большие теннисные мячи, отправляя их друг другу в руки одновременно. И мячи не должны сталкиваться. Ребенок и взрослый одновременно перекатывают друг к другу. Я ее никак еще не сделаю, если честно, эту картотеку. Это вот то, что в голове у меня есть. Я вспоминаю сейчас, что я делаю с детьми. Пока еще, честно скажу, не хватает времени, чтобы это все оформить в виде текста. Но буду иметь в виду. Хорошо? Тогда спасибо за отклик. Еще что. Ребенок и взрослый одновременно перекатывают мячи друг к другу по полу. Большой теннисный мяч. Ребенок кидает мяч о стенку с хлопком. Кинул, хлопок в ладоши поймал. Затем ребенок кидает об стену все мячи по очереди. Большой, средний, теннисный. Семь, девять, десять лет. Хоть мы и в большей части про дошкольников, но затрагиваю все-таки школьников, поскольку для них важно тоже владеть этими навыками. Игры, например, в кругу. Дети стоят в кругу, они кидают по кругу большой мяч. Первый ребенок по воздуху, следующий ударяя о пол и так далее. И по хлопку дети начинают перекидывать мяч в обратную сторону. Или еще игра вратарь. Ребенок встает у стены, это будут ворота. Остальные дети по очереди кидают большой мяч. Сначала непосредственно в руки вратарю, затем немного правее, затем немного левее, выше, ниже, как я говорила. И задача вратаря поймать мяч. Опять же, старайтесь не прижимать руки к телу. Что еще? Игры со стенкой. Какие могут еще быть? Ребенок кидает мяч о стенку с хлопком, кинул хлопок в ладоши, поймал то же самое, что я уже и говорила. И кидает все мячи по очереди. Большой, средний, теннисный. Дети перекатывают друг к другу. Средний мяч, затем сразу два мяча, средний и большой. У каждого в руках по мячу. И эти два мяча перекатываются друг к другу одновременно. Мячи, опять же, не должны сталкиваться. Еще, ну тоже совсем уже очень быстро. Суджок терапия. Вот такой мячик. Суджок терапия – это один из эффективнейших способов преодоления речевых трудностей и недоразвития высших психических функций детей. Вместе с пальчиковыми играми, стежками, с потешками, штриховками, с лепкой, с мозаикой, с рисованием, суджок терапия активизирует развитие речи ребенка. И существует несколько видов суджок массажеров. Это пластмассовый шар с шипами, который называется, мы так его называем, ежик. Шар и два кольца с пружинками внутри. Что еще? Массажный шар с шипами и встроенный внутрь магнит. Массажная есть палочка с шипами для стоп. И в педагогической своей практике я чаще использую вот такой мячик с пружинками. Единственное, что пружинки могут растягиваться. Имейте в виду, что нужно почаще менять этот мячик. И вот эти пупырки, они тоже стачиваются. Дети часто вроняют, соответственно, они обламываются, и уже эффекта нет никакого. Купить можно в магазине медтехники. В тех же маркетплейсах тоже они присутствуют. Что мы делаем? Как? Удерживаем шарик на раскрытой ладони, сжимаем в кулачке его. Ну, возьму вот сейчас такой, по типу него. Захватываем тремя пальцами, каждый палец прижимаем. А еще же это все сопровождаем стихотворениями, различными потешками, скороговорками. Передвигаем по ладони к каждому пальцу. Проходим. Массаж стоп можно делать тоже. Каждый палец вот этим колечком пружинным массируем. И так далее. Так, и можно этот же мячик, суджок, но более подробно я рассказывала. У нас есть вебинар, посвященный суджок терапии, в записи. Посмотрите на YouTube-канале нашего портала. Там более подробно я рассказываю. Больше игр для такого мячика. И огромное разнообразие детских игр с мячами позволяет проводить целенаправленную образовательную деятельность с учетом ведущего вида деятельности детей дошкольного возраста. Нейропсихологические игры полезны как для детей с различными нарушениями в развитии, так и для здоровых ребят. Играйте, развивайтесь непринужденно, весело. Тогда и обучение будет в удовольствие. Спасибо вам за внимание. Благодарю за ваши отзывы. Надеюсь, что наш вебинар оказался полезным. Спасибо. Благодарю. Очень приятно. Если есть вопросы, то задайте их. Все ли понятно по поводу сегодняшнего вебинара? Спасибо. Очень рада, что было интересно, полезно, продуктивно поработали. Это самое главное для меня. Благодарю еще раз вас за отзывы. Ждем вас на наших дальнейших вебинарах. Всех благ и до встречи. Спасибо. 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 Спасибо.